И мы говорим о тех проблемах, которые возникают в конце уже жизни Кэри, относительно миссий. Я думаю, что мы смотрим на всю эту историю, всю эту жизнь, и можем спросить себя, чему мы можем научиться. Много фактов различных, много исторических фактов истории. Но мы можем чему-то научиться из этого. И иногда важно очень научиться. Не обязательно повторять одни и те же ошибки дважды. Ну да, мы так и делаем, в принципе. Но давайте научимся и возьмем для себя уроки, что пришли эти люди. И также пусть это будет для нас ободрением. Итак, вот произошла там смена лидерства в Англии, в этом миссионерском сообществе. И тот человек, который пришел к руководству, был более бюрократным. И это означало то, что он хотел управлять всеми делами сам из Англии. И мы знаем, что в миссиях не всегда так работает. Невозможно решать за кого-то, который где-то в какой-то стране, в какой-то области, что ему следует делать. Ну, в наше время, когда так много возможностей и коммуникаций, может быть, так и получилось лучше намного. Но даже в этом случае бывают времена, когда нужно принимать решения. Единственный человек, кто может принять решение, тот, который находится в ситуации самой. И вот, что, в принципе, происходило с Уильямом Керри и с миссионерской организацией в Англии. Те отличия, которые были, можно сказать, которые непримиримые отличия. И Уильям Керри был вручен, чтобы снижать связи с миссионерской организацией, которую он создавал. Он был вручен, чтобы снижать отношения с миссионерской организацией, которую он создавал. И Уильям Керри, ему приходится обрезать всякие контакты, всякие связи с миссионерской организацией, офис которой в Англии был. Поэтому он уходит из миссионерского офиса или здания, и он переезжает в колледж. И после этого он живет достаточно тихую, спокойную жизнь, и умирает в 1834 году. Он отредактировал свою бенгальскую Библию. Он продолжал преподавать, учить, проповедовать. Каковы были его достижения? Когда он умер в возрасте 73 лет, он увидел, что Писание было переведено и напечатано на 44 языках и дилектах. Он уже был, побывал профессором в качестве профессора колледжа. Он основал колледж в Сарамапур. Он увидел, как Индия открывает свои двери для миссионеров. Также он увидел, как был издан закон, запрещающий сати, что есть сожжение вдов на похоронах их мужей. И также он увидел много новобращенных во Христа. И когда мы смотрим на жизнь этого человека, разве не должно это быть вызовом для нас? Иногда мы думаем, что невозможно вообще происходить. Выучить пять или шесть языков кажется, трудное очень задание. И Кэрри выучил не только пять-шесть европейских языков, но также выучил 44 наречия диалекта в Индии, которые применяются. Ожидайте большого от Бога. И пытайтесь сделать большое для Бога. Я думаю, что в этом была его вера, его доверие. В тот факт, что Бог может ему помочь. Также он начал миссионерскую организацию, миссионерское сообщество. И много других событий происходили в его жизни. Колледж, университет, а также такие межкультурные мероприятия. Один человек который настолько был движен силой Божьей. Иногда мы спрашиваем себя, что я могу сделать? Давайте возьмем пример с Уильяма Кэрри. Чему мы можем научиться из жизни Уильяма Кэрри? Некоторых из нас удивит это широкое разнообразие того, всего, что он сделал. Он жил жизнь во всей ее полноте. И он хотел, чтобы индуисты не воспринимали Яшуа как еще одно какое-то божество. Но он говорил о нем как о единственном пути. Что Яшуа является как спасителем, так и царем. И когда мы смотрим на этого человека, я очень удивляюсь. Он понимал, что Евангелие может освободить человека. И что проповедь Евангелия на языке народа, того народа, очень важна. Он хотел передать им Библию на их собственном языке. Это было задолго до того, как сформировалось общество перевода Библии Уиклифа. Так как в наше время у этой организации Уиклифа сейчас, в принципе, такая же самая цель. Но в наиболее больших масштабах. С одной стороны. И в этой организации принимают участие сотни людей. А Кэрри был сам по себе. Также Кэрри видел Христа во всем творении. Он также понимал, что эту благую весть можно передать в науке, в науке, в искусстве, в политике, в экономике, в астрономии, в банковском деле. Во всякой сфере, где принимает участие человек, мы должны Христа приносить в эту сферу. Ишуа заповедует нам сражаться против сил тьмы и неверия. Возможно, ни один человек так не воплощал эту истину, как у Уильяма Кэрри. И на этом я завершу у Уильяма Кэрри. Может, у вас какие-то вопросы есть о нем? Интересно заметить, что его жизнь продлилась 73 года. И еще подумать о том времени, когда он общежил, и условия, в которых он жил. Это очень удивительно само по себе. Меня это ободрило, когда я прочитал эту историю про его жизнь. И, как я сказал, чрезвычайно подтолкнуло меня это тоже. Бог, что я могу сделать для Тебя? Мы настолько, можно сказать, погружаемся во всякие аспекты нашей жизни. Так много всего отбирает наше время. И, может быть, нам нужно все переосмыслить, перепланировать, для того, чтобы сделать больше. Я раньше упомянул Уильяма 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 Кэрри. Он был современником Уильяма Кэрри. Он родился в 1759 году. И в 1833 году умер. Два года до рождения Кэрри он родился. И умер за год до смерти. Они жили в тот же самый период времени. Репит хизнэйм. Недавно сняли фильм, который называется «О благодать». Это фильм о жизни этого человека. Еще один человек, кто в то время жил, это был Джон Ньютон. Кто слышал о Джоне Ньютоне? Что вы знаете о Джоне Ньютоне? Он написал песню этого «Благодать спасен тобой». Он был работорговцем. И история его жизни. Один раз, когда он плыл на корабле, он перевозил рабов из Африки. И начался сильный шторм. И корабль уже почти мог потонуть. И он вызвал к Богу в тот момент. И в то время была молния. И он увидел мачту корабля. И как бы эти обычные корабли с мачтой, мачта в виде креста наверху. И в тот момент он осознает, что единственное спасение, которое приходит от Христа, через крест. И он написал эту песню «О благодать спасен тобой». И давайте возвращаемся к Уильяму Уильберфорсу. Он родился 24 августа 1759 года. В городе, в местечке Холл. Он был сыном богатого торговца. Но его отец умирает, когда ему было 8 лет. И он пошел, потом его забрали к себе его дядя и тетя. А на его дядю и тетю очень сильно повлиял Джон Уитфилд. Джордж Уитфилд. Кто-то слышал это имя? Джордж Уитфилд. Он был одним из самых ранних участников движения пробуждения. И именно в это время в Англии происходит очень большое пробуждение. Был жив не только Уильям Керри в то время, Джон Ньютон, Уильям Уилберфорс, братья Уэсли, Джон и Джордж Уэсли. Все эти люди жили в этот период времени. И интересно, как это повлияло на Англию в то время. И Ньютон стал героем для молодого Уилберфорса. Но его мать, которая принадлежала, была прихожанкой Американской церкви, боялась очень сильно, что тот станет горячим, ревностным методистом. Поэтому она его забрала. И она отчистила его душу, чтобы он забыл все то. Послала его в школу, и он пошел, потом поступил в Кембриджский университет. Для того, чтобы ничего не осталось от его ребяческой веры. Кроме каких-то моральных ценностей по сравнению с его друзьями. В Кембридже он стал очень популярным. Он стал близким другом Уильяма Питта, который должен был потом стать будущим премьер-министром в Англии. Вильям Уилберфорс вошел в торговую палату в 1780 году. В это время Питт, его друг, был уже премьер-министром. И Уилберфорс очень хорошее, такое влиятельное место занимал в палате. Он был очень хорошим спикером, харизматичным очень, и даже юмористичным. Если у вас только появится возможность посмотреть фильм, вы можете увидеть, как его изобразили. Но на следующую зиму в 1794 году он путешествовал между Англией и Южной Францией. Именно в это время он очень сильно, очень глубоко обращается ко Христу. в своих разговорах с Исааком Мильна. Тот, который был его предыдущим учителем. И именно в это время приходит его борьба. Внутренний конфликт в Уильяме между его амбициями и требованиями Христовыми. Амбиция в том, чтобы стать хорошим политиком и приобрести популярность. Либо же будет ли он следовать за Христом. В это время также у него небольшие проблемы появляются в душевной сфере. К счастью, он встречается с Джоном Ньютоном и получил совет от Джона Ньютона. Ньютон наставил на том, чтобы Уильям остался в политике. и верил, что Бог для какой-то цели его подготовил. Так как в то время было уже два христианина, рожденных свыше, они тоже были в палате Конгресса. И в последующие два года Уильям обсуждает с Ньютоном многие вопросы веры. Но также что Джон Ньютон сделал, он поднял вопрос проблемы работорговли перед Уильямом. Так как Ньютон сам очень сильно стыдился своего прошлого в этом. И он хотел что-то изменить. И он видел, что у Уильяма будут способности и возможности сделать эти перемены. И что делает Уильям вместе с Джеймсом Рэмзли, Томас Кларксона и другими. И он пытается каким-то образом достучаться до национального самосознания. И только когда они дошли до парламента, только там они отменили работорговлю. И только в парламенте они могли сдать указ отменяющий работорговлю. В 1787 В 1787 Вилберфорс соглашается, чтобы был издан закон в парламенте. И он пишет в своем дневнике Бог Бог поставил передо мной две великие цели. Первая это отмена работорговли и также реформацию образа жизни. И он объединяет эти два крестовых похода объединяет вместе. все-таки из всех этих походов отмена работорговли самая была большим. Его вера в Бога подталкивала его к этому, чтобы использовать то положение, которое Бог ему дал, для того, чтобы хоть какое-то добро сделать, какое-то хорошее состояние отбившего. Он надеялся, что быстро сможет одержать победу. И вместе с помощью друга Кларксона он собирает доказательства. и он предоставляет эти доказательства, эти факты в палате, торговой палате. И в результате, что было показано в этом отчете, негативные последствия на человеческие жизни и также на весь африканский континент в результате работорговли. Вилберфорс поставил свою цель попасть на национальный конгресс. То есть, он хотел дойти, достучаться до всех стран, которые принимали участие в работорговли. Но это неизвестно что-то доказало, что невозможно было добиться согласия всех стран. Затем он планировал и надеялся, что будет отмена только в Англии. Хотя бы в Англии. Другие многие события происходят в это время. Французская революция была в это время. И также особенный страх был в Великобритании, что возникнет война между Францией и Британией. было очень трудно для него издать этот закон. Наконец, в феврале 1807 года издали этот указ об отмене работорговли. Он все еще сосредотачивался и беспокоился об этих проблемах и бедах африканцев. институт институт для продвижения цивилизации. Он помог организовать африканский институт, африканский гражданский институт для продвижения цивилизации и также для как бы ликвидирования всех негативных последствий работорговли. Так же, что он сделал в Сьерра-Леоне, он очень большой поселок основал. Это для помощи освобожденным рабам. Все же работорговли не так не завершилось, как он этого хотел или ожидал. Поэтому в 1823 году он организует новый поход или новую акцию ради отмены работорговли навсегда. В 1825 он ходит в отставку из парламента. И он дожидается в своей жизни и видит, что издают все-таки этот закон. До своей смерти это происходит, до его смерти. в 6 августа 1833 года он умирал. Его хоронят в Вестминстерском аббатстве. И многие говорят, что этот Вилберфорс был совестью Англии. это краткая история жизни Уильяма Вилберфорса. И мы видим, что Бог использует людей не только в так называемых духовных ситуациях, но также мы видим, как Бог берет людей и Он использует там, где они уже находятся. Это напоминает также о том, как Бог использовал Иосифа. Когда в конечном итоге Иосиф занимает очень властное положение в Египте. так что Иосиф смог сделать много добра благодаря этому. Поэтому я не думаю, что следует рассматривать духовную деятельность какую-то, как евангелизм или висионерство, как что-то такое. Также просить Бога, если Он может использовать то место, где мы уже находимся, где мы можем показать свою веру. Потому что иногда я думаю, что намного легче быть пастором в церкви, чем тем человеком, который работает на заводе и все еще остается христианином и все еще показывает Христа. И показывает свою веру в Него. Хорошо, будем 休им сейчас? Все хорошо?